Привет, я Вова Наумов, биоинформатик, и часто, получая результаты моей работы, люди спрашивают, что за график ты нам прислал, что такое вулканоплот. Давайте объясню. Этот график чаще всего получается, когда мы измеряем дифференциальную экспрессию генов. То есть у нас было много-много генов и, допустим, два состояния. Мы сделали для этих двух состояний диффэкспрессию. То есть для каждого гена мы получили, по сути, две величины. Одну это статистическую достоверность того, что ген отличается в этих двух состояниях, и другую это fold change. То есть мы поделили среднюю экспрессию гена в одном состоянии на среднюю экспрессию гена в другом состоянии. Это как бы количественно, насколько он изменился. То есть есть статистическая величина, а есть количественная. Дальше мы берем и просто строим график, где по оси ординат откладываем выше те гены, которые наиболее статистически достоверны, а по оси абстыз откладываем fold change, точнее его логарифм в основании 2. То есть те гены, которые в два раза повысились, будут располагаться на линии единички. Те гены, которые в два раза снизились, будут располагаться на линии минус единичка. Дальше что мы обычно видим? У нас большинство генов остаются где-то посередине. То есть они не высоко, то есть они не статистически достоверны, и они не сильно уходят вправо или влево. То есть они не сильно отличаются с точки зрения количественной характеристики. И дальше есть два кластера генов, которые нам дико интересны. Это гены, которые находятся слева вверху, это статистически достоверные гены, которые снизили свою экспрессию. И гены, которые находятся справа вверху, это статистически достоверные гены, которые повысили свою экспрессию. И мы берем просто и два этих сета генов изучаем. Естественно, мы можем выставлять разные отрезки того, что мы считаем достоверным, недостоверным. И с точки зрения p-value, тогда мы можем только наиболее высокие гены, скажем, изучать. И с точки зрения full-change, то есть наиболее далеко от стоящей вправо или влево от центра.